Надо поговорить. Я буквально почти уже взрослая, и я не могу так больше жить. Ты, наконец, пойдёшь к врачу со своим метеоризмом? Что? У меня нет метеоризма! Я говорю о своей жизни в этом доме. Я не могу поговорить с Бобби, чтобы меня не прервали, или проспать ночь, чтобы меня не пнули в лицо! А не переувеличиваешь ли ты? Ой. Ну, я говорила с мамой и папой, и они не против, если я переселюсь в гараж. А-а-а! А-а-а! Наконец-то я одна! А-а-а! Это буквально потрясающе! Ох, должно быть, уже пора спать. Хм. Эй, пупсичек, расскажи, как твой день? Прости, детка, я зашиваюсь в магазине. А-а-а! Ну, ладно, я тоже занята, так что пока! Аккуратно качнитесь вперёд, и переходим к позе ворда. Спасите! У меня протечка! О-оу, это плохо, здесь жить нельзя. Нет! Наверное, ты права. Не волнуйся, всё под контролем. Все в цепочку! Я заменила ПВХ на легированную сталь, так что теперь точно держать будет. Круть! Народ, на помощь! Я думаю, в гараже привидение! Видите? Уйди прочь. Предоставьте это мне. Буйный дух, поговори со мной. Призрак всё мне объяснил. Тут вправду призрак. То есть, конечно, тут призрак. И, конечно, он хочет, чтобы я ушла. Он сказал, ты можешь остаться. Он уходит, и что-то о пукающих йогах. Так, это были половицы. Можно же как-то отсюда выбраться. Это твое решение, чтобы я въехал на своем тракторе в твой гараж? Да, в обмен на противень лазаньи моего папы. Ну, а если твой старик потребует от меня возмещения убытков? Я дам вам деньги из карманных. Горячий ужин, и я могу разнести гараж твоего папаши? Хо, двойная выгода. Давайте скажем сегодня часов в семь. Ну, готово. Я бы с удовольствием ещё посудачила, но ты, конечно, хочешь вернуться к себе. Сначала я должна пожелать всем спокойной ночи. Спокойной ночи, Лени. Спокойной ночи, Луна. Баин Килин. Баин Килинкель. Отойди, ты загораживаешь экран. Но теперь мне придётся начать сначала. Спокойной ночи, Лени. Спокойной ночи, Луна. Баин Килин. Что это было? Чтоб его! Забыл переключить заднюю передачу и снёс совсем не тот гараж. Можно всё-таки получить лазанью? Снёс совсем не тот гараж? Лазанью папы? Лори? Мы жуём подробных объяснений от тебя. Дошло? Ну, я заплатила мистеру Граузу, чтобы он сломал гараж, и мне не пришлось там жить. Что? Зачем? Я не понимаю, что нравится гараж. Мне казалось, что я хочу только быть подальше от вас, но я, похоже, по вам скучаю. Мне просто было стыдно это признать. Мы тоже радуемся! Серьёзно? Что, больше никого это не достаёт? О, извини, от бурита с бензоколонки в животе всегда революция. Да нет, а! Сверчок! Ай! Ты чего, чувак? Извините, я ничего не вижу. Дайте я свет зажгу. Линкольн! Простите. Линкольн! Простите, я вообще не могу понять, как тут всё работает. Линкольн, хватит всё включать, ты делаешь только хуже. Ох, где же вилка у этой штуки? А-а-а! Я принесу салфеток, чтобы убрать этот кофе. А-а-а-а! Ох, это сработает. Ох, кто бы ни клал эту проводку, он не понимал, что он делает. Я думаю, он очень хорошо понимал, что делает. Вот что я нашёл. Этот сверчок-подделка. Он из магазина приколов шмеха. А-а-а! Там Луан берёт свои шутка припасы. А-а-а! Думаешь, она за всем этим стоит? А-а-а! Это невозможно. Она же в лагере. Сейчас же ей позвоню. Привет, семья. Надеюсь, вы наслаждаетесь отдыхом. Наденьте шлемы, начинается мотель гонки. Ха-ха-ха-ха! Дошло? Ура! Ладно, сохраняй спокойствие. Мы просто возьмём другую комнату. А откуда мы знаем, что это не то самое, чего хотела бы Луан? Я за то, чтобы остаться. Держись, Лиза! Мы тебя вытащим! Ответ отрицательный! Продолжайте бить меня, здесь безопаснее! Вперёд! Линкольн, сверчок! А-а-а! Она подпилила половицы! А-а-а! Луна! Хватайся за ногу! Я вытяну тебя на квадрицепсах! Я не могу, детка! Кожа желатинизирована! Я в порядке! Вперёд, дети, анархи! Чурли! Пакость! Я всегда промахиваюсь! А-а-а! А-а-а! Народ, идите без меня! Я лучше застряну здесь, чем буду шутки терпеть! Добрый вечер! Дайте другую комнату! Ладно! Можете взять один А! Дорогу принцессам! Кладовка! А-а-а! Крыса провоняла меня! Настоящая один А вон там! Не трогай ручку! Помнишь, что случилось с Леней? Как вы, народ? У меня идея! На шторм! Э-э-э! Я в порядке! Я приземлилась в пирог! О-о-о! Конечно, она подсунула пирог из ревеня, на который у меня аллергия! Я больше так не могу! Я убираюсь отсюда! Мои брови! Быстро! В подвал! Там безопаснее во время катастроф! Брачечная! Хе-хе-хе-хе! Лили, нет! Вдруг это ловушка! Чтоб меня! Я в ловушке! Спасайтесь сами! Давайте, прощайтесь с мамой! Пожалуйста, только не отбеливатель! Это он! Бросьте меня тут! Я не выйду наружу в таком виде! Так, присядем! Ну что ж, нас становится все меньше! Не теряем надежды! Если мы будем вместе, сможем выбраться! Линн-младшая, возьми нашего лилипута, пока мы ищем убежище! Алло, это Партье! Это Линн-лауд старший! Мы с сыном направлялись на крышу! Но, кажется, мы застряли в лифте! Я сейчас подойду! Вот так вот оно! Нанимать любителей! Вроде готово! Мы это сделали, народ! Мы, наконец, победили Луан в ее игре! Хорошо, сначала пристегни ремень! Это было легко! Теперь проверь зеркала! А что, плохо выгляжу? Нет-нет-нет, я сказала... Что, Пашира? Я не могу водить в таком ужасном виде! Так-то лучше! Урок 12! Как избежать опасностей? У тебя на пути белка! Что будешь делать? Используй поворотник! Нет, это тормоз! Нет, это газ! Нет, это мое лицо! Вот! Вот же этот поворотник! А, ты про моргалочку? Эм, моргалочку? Да, которая прямо рядом с вертушкой! Ох! Вот в чем дело! Я не говорю на языке Лени! В честь меня назвали целую страну? Нет, я не использовал слова, которые ты понимаешь! Давай еще раз! Используй моргалочку! Так, поверни налево! То есть, в сторону сердца! Ну вот, дело пошло на лад! Бригада, нужны новые детали машины! Это педаль тормоза! Что делает педаль тормоза? Белые туфли осенью! Фу, нет! Это точно! Это вам вряд ли уже пригодится! Хе-хе-хе! Это педаль газа! Что педаль газа делает? Сапоги шестидесятых! Это драйв! Да! Лени, я думаю, ты готова к новой ступени! Вспомни все, что мы учили, Лени! Драйв! Белые туфли! Ох! Сапоги! Ой, берегись! К сердцу! Она это сделала! Молодец, и сгра! Получается! Ох! Дурацкие джеггинсы! Ага! Куда это все пропали? Лен! Я все еще жду своего педикюра! Начинать! Ура, ура! Ура! Лени! Я не отдам ключи от машины так легко! Спокойной ночи! Завтра у тебя все получится! Да, Линкольн! Спокойной ночи! Щелк! Ага! Никогда не проверяй зеркала! Всегда комментируй где-то своего экзаменатора! В Америке левостороннее движение! Ах, вот ты где! Тебя не нужно подвезти в магазин комиксов? И ароматизатор лавандовый! Нет, спасибо! Я подожду, пока Лени вернется с экзамена по вождению! Со свежими правами! Пссс! Она их не получит! Ну, начинай стирать! А я думаю, она их сегодня получит! Нет, не получит! Ведь я об этом позаботилась! Стоп! Что? Ничего! Только не это! Ну, держись, Лори! Я засушу твоего бессвитера так, что он сядет, если ты не скажешь... Ладно! Я устроила Лени диверсию с плохими советами по вождению, пока она спала! Ведь если Лени сможет водить, моя комната никогда не будет чистой! Я саму никому не нужна! Вы с ума сошли, дамочка! Что если из-за твоих плохих советов Лени разбилась? Что если она ранена? Об этом я не подумала! Срочно в дорожную инспекцию! Ох, какое счастье! Она в порядке! И, может быть, сдала! Нет, она не сдала! Зато она вела не по той стороне дороги, не проверила зеркала и комментировала вес экзаменатора! Ну, это был последний раз! Видимо, придется вечно водить газонокосилку! Постой, Лени! Это не твоя вина! Моя-моя! Ты так старался помочь мне сдать! Ты научился говорить как Лени! Хотя я все же не верю, что в честь меня назвали страну! Ох, я провалилась! Я думала обо всех интересных местах, куда могла нас отвезти! Магазин, лавка комиксов, магазин! Прости, что подвела тебя! Я больше этого не вынесу! Это моя вина! Я устроила тебе диверсию! Дивоверсию? Как если бы она купила платье, зная, что ты хочешь его! Ох, как ты могла! Прости меня, пожалуйста, Лени! Но я знаю, чем это искупить! Ты купишь мне платье? С твоей стороны было очень мило помочь Лени с практикой! Это меньшее, что я могла! Это что, автомойка? Но, Лин, давай признаем, что ты не самый заботливый воспитатель! Чего это? Я же кого хочешь воспитаю! Дети меня любят! Верно, Лис? Если перестанет травмировать мой мозжечок, я даже могу ответить утвердительно! Это значит да! Да ладно, ребята! Так будет честно! Я тоже хочу рубить няничную капусту! Пока, мистер и миссис Макали! Не волнуйтесь, они в хороших руках! Ну, чем займемся? Поиграем с научным набором! И с платьями-наклейками! Тоска какая-то! Идем! Я покажу, что такое настоящее веселье! Хорошо! Когда я вам свистну, выбегайте на середину круга и боритесь! Ребят, луча либры – это контактный спорт Калеб, ты отпрыгиваешь от канатов И летишь на Камилу с ударом злобного дятла Вот так Я застрял Наверное, вы пока не готовы к борьбе Сперва вас надо привести в форму Че почем, няньки-коллеги? Привет, как все прошло? Круто, отработала на все сто Молодец Спасибо, что взяли меня в команду Это для меня важно Сеструхи, мы недооценили старушку Айда Лин Алло О, здрасте, миссис Маккали Что? Она что? Что-что? Удар злобного дятла? Ну, ну, поняла До свидания Что случилось? Лин напугала детей Маккали Теперь нам с ними сидеть запрещено Жесть! Но что, если она сама раз хочет сидеть с детьми? Как этого добиться? Легко! Отправим ее сидеть с худшими детьми в Роял Вудс Петерняшки Фоксов! О, ну это же буквально кошмар! Такие злые! Мелкие чудовища! Чистое зло! Ну, все согласны? Мы согласны! Эй, Лин, можем поговорить? Хорошо, я знаю, вы пришли меня ругать, но пока вы не начали, дайте объяснить О, мы не за этим! Мы все понимаем! Ты хотела доказать, что справишься с работой! И знаешь что? Ты доказала! Правда? Я понравилась клиентам? Буквально, да! Да! Я знала! Я говорила вам! Что ж, я больше не в запасных! Ага! И кстати, у нас есть для тебя новый клиент! Круто! И кто это? Пока, мистер и миссис Фокс! Ну, банда, что мы будем делать? Эй, народ, как дела? А-а-а-а! Так, минутку! Я думала, что ты сидишь с пятерняшками Фоксов! А это кто такие? Но это же и есть дети Фоксов! Стоп! Как ты заставила их слушаться? Это был пустяк! Сначала показала, что если они хотят виситься, я могу виситься сильнее! Затем я измотала их соревнованиями! И, наконец, три слова! Лошадка как награда! Ого! Впечатляет! Ну что же, ладно, я думаю, нам уже пора! Нет! Минутку! Что происходит? Почему это вы сюда пришли? Ничего такого! Мы просто гуляли рядом! Гуляли? Мы сожалели, что пытаемся заставить тебя бросить нянчить детей! Очень смешно ли они на шутке по моей части? Ну же, пойдем! Заставить меня бросить нянчить? Почему? Вы сказали, я нравлюсь клиентам! Ну, вообще-то нет! Ты просто замучила их детей! Но теперь я знаю, почему! Те дети просто для тебя неподходящие! В отличие от этих! С ними мы не могли справиться, но у тебя явно получилось! Прости, что пытались тебя обмануть! Что ж, все нормально! То, что я начала красть вашу работу, тоже нехорошо! Ну, простите меня за это! Примирительные стуки! Сестру! Ау! Тренер Лин, мы готовы ко сну! Что ж, долг зовет! Хорошо, что помирились! Увидимся дома! Вольно! Я шучу! В моем присутствии никакого вольно не будет! Как вы знаете, мама с папой оставили меня за главное! Это значит, вы будете делать, что я сказала! Большие вы, маленькие или покрыты шерстью, и понимаете только слово сидеть! Ну, наше расписание на этот вечер! С шести до семи! Сидеть со сложенными руками! С семи до семи тридцати! Жевать! С семи тридцати до восьми! Тщательная уборка в столовой! Восемь! Смотреть на стену, пока не заснете! Все всем ясно! Мэм, да! Сэр, да, сэр! Разойтись! Лили? Что ты здесь... Эй! Что это происходит? Твоя тирания закончилась! Мы возвращаем себе свой пятничный вечер! Тирания? Просто признай! Ты получаешь нездоровое удовольствие, командуя нами! Командуя нами! Это мелочь! Думаешь, я этим наслаждаюсь? К сожалению, я единственная, кто может удержать этот дом от превращения в груда обломков! Ведь никто из вас с этим не справится! Не-а! Линкольн справится! Я справлюсь! Нам нужен Линкольн! Нам нужен Линкольн! Линкольн за главного? Ха! Он не смог приручить Клиффа к лотку! Мяу! Ах так! Твой вызов принят! Увести ее! Ты пяти минут не протянешь! Ха-ха-ха! Нет-нет-нет! Ты меня прости! Кто-нибудь еще? Да уж вряд ли! Гео! Хочешь вкусняшку? Они в моем заднем кармане! Давай! Достань! Еще чуть-чуть! Ой! Слишком! Молодец! Лори! Лори! Ха! Я знал, что не пройдет и пяти минут! А прошло меньше пяти минут? Там внизу полный дурдом! Ты должна помочь мне! Не-а! Я так думаю, Линкольн! Ты это уладишь! Я не могу! Ты единственная, кто может удержать этот дом от превращения в кучу обломков! Или пепла! Э-э-э! Я не смог приучить Клифа к лотку! Э-э-э! Извини меня! Это все, что я хотела слышать! Погнали! Я не знаю, как ее обойти! Она просто зверь! Блестки! Блестки! Изящно! Видишь, о чем я? А-а-а! Запоминай! Мама и папа будут дома через десять минут! Я тебе не знаю! Это ты! Блестяще! Да! С возрастом узнаешь пару фокусов! Завтра первое апреля! Каждый год Луан устраивает шуткапокалипсис! И достается всем! Я представляю вам нарезку первого апреля от Луан! Похоже, эта шутка выше вашего понимания! Ха-ха-ха! Почувствуй себя лисой в курятнике! Ха-ха-ха! Неожиданный оборот! Ха-ха-ха! О, похоже, семья Лаут застыла в изумлении! Ха-ха-ха! Уж отбрила так отбрила! Ха-ха-ха! Понимаете, о чем я? Никто не защищен от этого злого гения приколов! Но в этом году все будет иначе! Луан не доберется до меня! На это первое апреля у меня есть план! Ты не единственная, кто умеет шутить, Луан! Заворачивай меня скорее! Нужно больше брони! Где мой шлем? Бобби, отменим все наши планы на апрель! Потому что Луан может снова сбрить мне брови! А они месяц отрастают обратно! Ну же, Лиза, давай зависнем в твоем бункере! Надо было готовиться домой! Больше трехсот дней назад мы знали, что этот момент настанет! Прошу, дай убежище! Подними руки! Завернем их в уплотнитель! Не в этом году, Лола! Я защищен от шуток! Выпустите меня отсюда! Ладно! Правда? О! Это было лифт? С днем шуток! Мы не выпустим тебя раньше второго апреля! Ура! Это великоклетный план, Линкольн! Тетрадь в полосочку, Луан в клеточку! Луан наконец вклетела! Теперь ты в клетке! Поняли? Наверное, нам лучше пойти спать! Нет! Нам конец! Луан сбежала! И теперь она будет злой! Как это произошло? Она же настоящая ведьма, брат! Надо вернуть клетку по гарантии! Удачи! Я в своем бункере! Остальные в мою комнату! Там безопасно! Из-за чего столько шума? Луан на свободе! Спасайся! Ну, мы думали, вы ее заперли! План Б! Бежим, бежим! О, нет! Роньян скоро придет! Может ли день быть еще хуже? Что ж, вот он и ответ! Но с другой стороны, одной ловушкой для Ронни Энн меньше! Точно! Если я попаду во все ловушки в доме, ей ни одной не достанется! Линкольн! Там небезопасно! Берегите себя! У меня есть важное дело! Не волнуйся, Линкольн, я устрою похороны! Начну деприкализацию с кухни! Кухня сюда? Ха! Она думает, я настолько глуп, что попадусь! Ну, лиха беда начала! Ау! 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 Я сделала это блюдо острым! Ха-ха-ха! Лиза Мари Лаут! Впусти нас! Взамен я хочу некоторые гарантии! Во-первых, меня не должны больше наказывать за взрывы внутри и вокруг дома! Первоапрельский подарочек! Это подгузники? Она не посмеет! Все, что захочешь, только впусти! Подпись здесь, здесь и инициалы здесь! А! Ха! Мука! О-оу! Полотенце, полотенце! Где полотенце? А-а-а! Не сдавайся! Никто не любит грызунов! Ха-ха-ха! Я думаю, если экономить еду, мы продержимся! В каком смысле экономить? Ну, конечно! Кто-то должен пойти на кухню за припасами! Я не знаю, что не пойду! Бросим жребий! Ах, я пойду! Я все равно проиграю! Я и мячик бросить не могу! Вообще-то это не совсем... Удачи, Ленни! Кухня сюда! А-а-а! Спасибо, знак! Спасибо, знак! Спасибо, знак! Спасибо, знак! Простите! Ленни, я не могу говорить! Я на уроке! Лори, прошу! Ты справишься! А? Ладно! Но если позвонит некто, записанный как пупсичек, мне нужно будет ответить! Хм-хм! Серьезно, сеструха! Хватит шутка! Да! Ты не понимаешь, у меня в этом нефиге! Эй, Клайд, я принес попкорн! А-а-а! А-а-а! Кто во имя Бинго Кросби творится в этом доме? Мистер Граус, прошу прощения за этот шум! Мы вас беспокоим? Конечно же, да! Я так отвлекся, что вскочил свои бегони! Полгода трудов коту под хвост! Извините, мы все уладим! Здесь так много всего происходит! Ленни, спасай! Вай-фай не работает, и фильм остановился на самой страшной... Нет, самой веселой части! Я не против заняться чем-то другим! Почитать, составить ребусы и... Не поможешь нам, прошу! Линкольн, я не знаю, как мне... Не-не-не! Выполните перезагрузку роутера, обновив конфигурацию! Айтишник в прошлом, айтишник навсегда! Э-э-э-э! Потрошите! Что мне делать со всеми этими кишками? А-а-ха-ха-ха! Давай, Тони, сюда! А-а-а! А-а-а-а! Что? Мне нужен песок, чтобы тренироваться в пляжном волейболе! Мистер Граус, что же мне делать? Ну, откуда же мне знать? Разберись с этим сама! Я не могу! Я не сильна в этом! Прошу! Ну же! А помните, я помогла выбрать костюм на день ветерана? Да, этот галстук добавил мне шика! Спасибо, мистер Граус! Вы мой спаситель! А-а-а! А-а-а! Что случилось? Родский родственница! Я создала фруктовый пунц! Он не оставляет пятен! Но кажется, он еще изрядно горючий! Вот видишь, средов нет! Ладно, не подождите дом! Думаешь, не пойдет кольцо на мизинец? Нет-нет-нет-нет-нет! Мистер Граус, помогите! Прости, у меня дневной сон! Но сейчас нельзя пойти домой и лечь спать! А кто сказал, что я пойду домой? Лени, Луна превратила мой стендап-клуб в рок-клуб! Сделай что-нибудь! Лени, не знаешь, как стереть кровь? То есть кетчуп с потолка! Лени, выключи этот фильм! Что это значит, ты пуст? Стой! Не убегай! О-о-о! Ох, это пусяк! Мигель! Фиона! Эй, Лени, Лапа, у нас тут день расслабона. Присоединишься? Не могу! Я осталась за старший дом и всем что-то нужно! И я не знаю, как с этим справиться! И я абсолютно безнадежна! Безнадежна? Хм, прости, но это не похоже на Лени Лауд, которую мы знаем и любим. Да, мы видели, как ты командуешь на работе. Ты же супер-босс! Просто примени свою уверенность дома. Представь, что родня это покупатели, которые не платят. О, точно! Спасибо, ребят! Теперь я знаю, что делать! Вы оба типа гении! Хм, пять тебе и пять тебе! Всего десять! Спасибо, что зашли! Эм, мы тут живем! Сэр, не заставляйте меня вызывать охрану! И мы закрыты! Мама! Папа! Я думала, вы вернетесь завтра! Что ж, никто не потрудился сказать мне, что этот средневековый карнавал веганский, а я за вас исключительно мясо. Ну, мы оседлали нашего коня... Фуркзилу! И отправились в свой замок. В наш дом очень неплохо, Лени. В полу всего лишь одна дыра. Я знала, что эта работа ерунда для сотрудника месяца. О, спасибо, мам! Я заслужила торт! Может, початаю баранью ногу? А-а-а! О, баранья ножка! Что, после сна я есть хочу? Луан, нет! Нельзя так сидеть! На матче ноги только кренделем! Ради удачи! И ты тоже! Сверху, снизу и споднизу! Эх! Эх! Ай-яй-яй-яй-яй! Знай, я раньше размялся бы перед игрой. Кажется, этот кренделек зачерствел! Хот-доги и пирожные! Покупайте хот-доги и пирожные! Ах, вот зачем я здесь! Мне... Стой! У него братиду нельзя! Незнакомец сглазит! Эй, Вики! Подгони две хрюшатины и пару рыхлых! Столчковые ноги! Это хот-доги с сахарной пудрой и пирожные с горчицей! Все ради удачи! А-а-а! Рау, Диман Гоц уходит в отрыв! Он забросил печеньку в корзинку! Вот, говорил, он нашим повезет! Ах, вкус удачи! Ладно, второй период, переоденемся! Что? Да! Свитер на первый период, на второй период и на третий период есть! Лезь сюда! О-о-о! Два-один в нашу пользу! Отлично, бро! Ну, а я-то тут при чем? Ты поддерживал! Больше людей в свитере – больше удача! Что? Ну, в общем, удобно! Не-не-не, вам нельзя вылезать! Это все ради удачи! И зомби забивают! Нет, не работает! Все вылезайте! Скорей, наденьте! И бросок! И гол! Я знала, что шапки на удачу помогут! О-о-о, нет, кругом вши, шапки долой, дети! Это не вши, это трюк такой! Когда кто-то забивает три гола, все кидают шапки на лед! Кепку удалой, Ферн! Ты единственная в головном уборе, а мы так близки к победе! Ну, все! Удаляю тебя! Какого-то неудачника сейчас вынесут вон с арены! Это ваша сестричка! Держись, Элджей! Мы догоним тебя! Нет, я в порядке! Вам надо остаться тут и продолжать призывать удачу! Но как же нам это сделать? Я приклеила список под сиденье! Эм, народ, Лин здесь! Взять ее! Посмотрите, эта фанатка танцует как пингвин! Поддержите пингвина! Устраивайся! Элджей, постой! Не сейчас, пап! Ты же знаешь, что мне нужны сутки, чтобы остыть после поражения! Но, детка... Слушай, без обид, но я не хочу обсуждать игру вообще! Эй, это пингвинчик! Да, не вовремя Рауди! Стоп, вы говорили со мной? Да, мы зовем тебя пингвинчиком! Я не видал, что вы на льду так танцевали, а я уж повидал я! Рауди МакВоц! Мастер из Мичигана! Обладатель рекорда сразу и по шайбам, и по штрафам в сезоне! Хоккейный журнал «Пас» назвал вас трудягой с золотым сердцем, который любит снегоходы, походы и вязания! Что ж, ты знаешь, кто я? Вот что, Рауди, я должна извиниться перед вами. Когда я проводила ритуалы на удачу, медузы выигрывали, но сегодня меня выгнали, и вы проиграли. Мы не проиграли, а победили. Что? Как? Я же завалила вам всю удачу! У нас, спортсменов, есть пунктик на суевериях. Я носил одно белье на каждом матче с колледжа. Честно говоря, и сейчас ношу. Но чем больше играешь, тем лучше, понимаешь. Спорт непредсказуем. Нельзя проконтролировать все, но это же часть веселья. Эй, может, сделаем селфи? А то парни не поверят, что я знаком с пингвинчиком. Конечно! Напомни мне, купи тебе новый капа на зубы. Уи-и-и! А-а-а! Ладно, забыли. Будет старое доброе селфи на качелях. А-а-а! Челы! Хорошо, без качелей. Как насчет дождливого селфи? А, где мой дождь? А-а-а! Забыли про дождь. Будет селфи с трактором. Это же круто, да? Ого! Это и правда буквально отлично! И я не поранилась! А-а-а! Одна сотня лайков. Спасибо, Чесс. Вот сто первый лайк. Спасибо, незнакомец из лагеря по гольфу. И... Да, уже сто два лайка. Спасибо, тетя Рута. И получай, Кэрл Пингри. А-а-а! Так больно! Кэрл? А-а-а! Привет, Лори! Я знаю, что это буквально самый неловкий момент, но... Я хочу сказать, что ты победила. Ты была лучше меня во всем с детского сада, но... Я смирилась. Я не могу жить в попытках соревноваться с тобой. Что ж, удачных покупок! Лори, стой! Думаешь, я лучше, чем ты? А я-то считала совсем наоборот. Например, ты попала в команду по гольфу в первом классе. Никто больше не смог. И... У тебя девять сестер, что на тебя равняются. О, и не заставляй меня говорить о волосах. Да мне не добиться такого объема. Ха-ха-ха! Видишь, использую шесть банок сухого шампуня, и все равно лежат. Ого! Так наше соревнование было буквально бессмысленным? Это точно! Эти селфи вышли из-под контроля, и я взяла себе того Корги. А он злобный! А я упала в могилу дважды! Ха-ха-ха! Мы же просто смешны! Я рада, что мы покончили с этим! И я тоже! Эй, есть одна безумная идея. Что, если мы отметим это, сделав совместное селфи? Да ладно? В таком вот виде? Да? То есть, какая разница? Запостить! Классное фото у вас, Кэрол! У вас уже куча лайков! Спасибо, Лени, но... Меня лайки больше не волнуют. Почти столько же, сколько у Бьянки и Суянк. Привет, Кэрол! Да, видела, я знаю. Они думают, что победили нас в селфи о лучших подругах? А, игра уже началась! Ребята, кто хочет поехать в супермаркет с папулей? Я поеду за кожурой от бананов. Линкольн как раз подходит к последней. Что? Здесь нет... И еще нужна дюжина яиц. И я пойду! Лили съела все макароны с ожерелья. Эй, пап, хочешь тук-тук шуток? А Клифф наделал мои туфли? Конечно, хочу! О, началось! Хорошо, вот тебе еще. Тук-тук! Кто там? Европа! Что за Европа? Нет, ты, папа! Перестань, я везти не могу! Супермаркет Эй, пап! Нам нужна другая тележка! Это горе-луковая! Это что, каламгурчик? Ты поняла, Лола? Типа это каламбурчик, а я сказал каламгурчик. Да, дошло. Я в отделе макарон, если понадоблюсь. Внимание, клиенты! Простите нас за нелинные шутки. Ведь это приступ элотизма! Мы как-то раз за хлебом пришли, кучу гороха домой принесли. Пока меня не будет, один из вас займет должность временного менеджера. Поздравляю! Ух ты! Хотите, чтобы я прочитала имя нового менеджера из блокнота? Это я? Это же сбывшаяся мечта! Главное, следи за календарем событий и ежедневником, и все будет хорошо. Я уезжаю завтра, завтра и приступишь. Ура! Да, молодец, Лени! Поздравляю тебя, Лени! Я уверен, ты будешь намного лучшим боссом, чем мисс Карр. Эй, Лени! Ой, прости за запах, я подвозила Лин с тренировки. Ух, как на работе. Круто! Мисс Кармайкл назначила меня менеджером. Ого! Что-то ты не очень рада. Нет, я рада. Просто Мигель и Фиона считают мисс Карр тоскливой и пинудой. Не хочу, чтобы они думали такое обо мне. Я хочу быть менеджером и хорошим другом. Это вообще возможно? А, конечно! Слушай, пока это не мешает работе, ты можешь быть самым добрым боссом. Ух ты, Илори! Ты знаешь абсолютно все на свете! Буквально знаю. Стоп! Что за пинуда? Распродажа. И я ясно сказал, что не готов встречаться с кем-то в армейских шортах. Верно. То есть, ну зачем им столько карманов? Что они скрывают? Стоп! А это что такое? Ветчина и луковые сконы с лимоном и сыром? Мой любимый завтрак! Ледяной маты с органическим молоком? Мы что, в раю для продажников? Доброе утро, модники! Лени, это все ты устроила? Пара пустяков, чтобы помочь моим работникам пережить этот день! Главный смехнеджер? Что за смехнеджер? Это я, любимая! Как менеджер, но веселее! Я гарантирую, работа будет очень веселой! Стоп! Начало было хорошее! Не то слово! Чего? Ничего! Так, два готовы. Осталось пять сотен свитеров. Ну, зато тут нет пинуды, чтобы говорить нам. А, ребята, вы делаете не так. Как смехнеджер, я считаю, что нужно больше веселья! Конкурс по складыванию свитеров! А вот и приз! Это же плюшевый лимурк Лорис с блесками из ограниченной серии! Мигель, я тебя сейчас зарою! Попробуй, мне-то терять нечего! Приветствую на показе для манекенов с участием известного стилиста Мигеля! И с нами Таня во всеоружии перед вечерним выходом в свет. Она неотразима в розовом фанданго-сарапане и стильных виниловых ботинках. Селфи на проходе! Смотри сюда, Таня! А-а-а! И выложить косметички готово! Ребята, мы выполнили все задачи! Ха-ха! Оу! Это утро прошло очень быстро! Поверить не могу уже обед! Ты с нами, Лени? Вообще-то, выйдите без меня! Как смехнеджер, я должна быть тут на посту! Что ж, если ты уверена, скорее у нас всего полчаса. Я не готов повторить инцидент с бургер-смузи. Нет, стойте! Вы оба хорошо потрудились и все закончили в срок. Настаиваю на долгом перерыве. Тогда вы сможете сходить в новое кафе! Обалдеть! Лени, ты самый лучший босс в целой вселенной! Я подтверждаю. Я тоже. Мы в курсе, что ты выиграл. Не сыпь соль на раны. Мамочки, кто-то разозлился. Привет, Лени. Обалдеть, Лори! Я сделала, по-твоему, стала смехнеджером. Утро было огонь. Мы выполнили работу, и Мигель с Фионой, и мои друзья. Ты правда знаешь все на свете. Бум! Приветствую в неудачной граде! Население! Ты, 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 ты и ты! Ну ладно, игра окончена. Стойте, погодите! Сегодня особый вечер. Это моя трехсотая победа подряд! Я абсолютный чемпион среди вас! У-ху! Чуваки, это конфетти из наших домашних работ! Зараза! Ах, не могу больше это терпеть. Она совершенно несносна. Победили бы мы ее хоть раз. Может, она и перестала бы злорадствовать. Как это сделать, если она лучше нас играет во все, что на этой полке? Может, попробовать игру, которой нет на этой полке? Что-то, чего Лин не знает. Что-то, в чем кто-то из нас специалист. Кажется, у меня есть одна игра на примете. Ты королева красоты? Я даже не знаю, как играть в это. Так, ну что ж, если боишься неудачи... Я не неудачница! Погнали играть! О-о-о! Я отхватила шарфик! Осталось только два поля, и я стану королевой красоты! Постой! В правилах говорится, если выкинешь три десятки за раз, получишь 30 от жюри и выиграешь автоматически. Удачи! Вероятность такого совпадения составляет 1720... Готово! О-о-о! О-о-о! Узрите! Поселенцы Котляндии! Цель игры построить как можно больше домов для котов и кошек. Но физка в чем? Это нельзя сделать без сотрудничества с другими. И значит, бойкотируя Лин, мы разобьем ее, как говорится, в пух и прах. Что за серьезно? Ни у кого нет клубка шерсти в обмен на валерьянку? Ну, праздник, праздник, праздник. А-а-а! И шалаша не построить! Эта игра полный отстой! Мяу-мяу-мяу! Но я вижу, время истекло. Десять человек делят первое место, и Лин занимает второе. Пересчитай! Лин, я не могу ошибаться. Это было пару лучших дней в нашей жизни. Я могу глотать быстрее, чем ты! Я победила! Утерла тебе нос! У-ху! Наперегонки наверх! У-у-у! Победа! Спустись в пьедестала! Я думала, я иду наверх! Да! Я выиграла! Я сложила больше тебя кубиков! Ха-ха-ха-ха! Мы все знаем, зачем мы здесь. Ситуация с Лин буквально хуже всего, с чем мы сталкивались. Ох, зря мы победили ее в той кошачьей игре. Я думаю пригласить Лин на матч-реванш. Но теперь мы скинем хорошие карты. Она почувствует себя победителем и перестанет сводить нас с ума. Один! Ха-ха! Да ладно! Уверена, что разглядела правильно. Шесть победы есть, детка! Что? План был сбросить хорошую игру. И никто из вас этого не сделал. Секундочку. Сбросить игру? Вы что, пытались проиграть ненарочно? Ну ладно, было дело. Мы подумали, если дадим тебе выиграть, ты перестанешь с нами соревноваться, как безумная. Я просто пыталась вернуть уверенность в себе после проигрыша. Ну, если совсем на чистоту, то причина твоего проигрыша – то, что мы все были против тебя. Что? А это еще почему? Ведь после твоих трехсот побед... Технически трехсот трех, но кто считает? Мы уже не можем выносить твое злорадство. Ага, ты нас зло раздражала. Нам надоело твое злорадио. Не сейчас, Луан. Ого. То есть, получается, я не умею проигрывать? И выигрывать? Ихина так. Вы все так думаете? Ну да. Типа того. Простите, я не хотела быть злюкой. Я же просто люблю играть. Особенно с вами, народ. Слушайте, если вы дадите мне еще шанс, обещаю вести себя спортивно. Что скажете? Планируйте, а почему вы не знаешь? Да, я первая извинилась. Простите, это в последний раз. Начну вести себя спортивно сейчас. Это все мои карты, так что думаю... Ты можешь это сказать. Ты выиграла. Ага, круто. Я выиграла. Спасибо за игру. Спасибо. Наряд городской девушки, о котором я мечтала. А у тебя столько всего есть. Когда копишь, со временем находится что угодно. Незапный абордакт! Прочь, старый. Газуй глаза. Ты куда идешь? Простите. Хорошо. Я же городская в душе. Я смогу найти дорогу. Прости, пупсичек. Я ни за что не смогу жить в городе. Но как же наши планы? Мы же хотели пойти здесь, в колледж. Это было до того, как я упала в люк. О, детка, только сюда приехав, я врезался в полицейскую лошадь сзади. К счастью для меня, она не обедала. Да, знаешь, жизнь здесь не всегда легкая. Но ты освоишься, и все будет здорово. И тебе тут понравится. Спасибо, Бобби. Мне стало получше. Эй, Линкольн, не проснулся? Вообще нет. Если эта шутка валит тебя с ног, не пропусти мое выступление на конкурсе юных комедиантов. В эту субботу на смех о панораме. Это точно даст тебе отличную стряску. А вы слышали, как губная помада и тушь поженились? Теперь от них пойдет губная тушь. Дошло? Приходите на мое выступление на конкурсе юных комедиантов. Впечатлений будет целый водоворот. Обещаю. Эй, Лиза, что такое 3-1-4-1-5? Не трать мое время. Число пи. Ты сказала пирог? Я буду раздавать большие куски веселья на Смеха-Панораме в субботу вечером. Тук-тук. Кто там? Буду. Какой Буду? Буду пить твою кровь. Прошу, не трогай, Эдвина. Ой, прости. Не хотела стать занозой в шее. Эй, приходи к нам на Смеха-Панораму. Обещаю, кусаться не буду. Знаешь что? Ты тоже приглашена. Спасибо всем, что пришли на мое чаепитие. Кто хочет пальчиковый сэндвич? Пальчиковый сэндвич? А я хотел сэндвич с пальцем. Ха-ха-ха-ха. Дошло, красотка? Не будь занудой. Приходи на мое шоу. Меня стукнуло. Меня обожгло. Пальцем? Вы серьезно? Дай угадаю. Луан? Сказала у нее и шутка, от которой я тресну. Примечание. Треснула не я. Я так жду, когда кончится эта Смеха-Панорама. Она сводит меня с ума. Кому ты рассказываешь? Она не смешная, к тому же приставучая нахалка. Она всем надоела. Скорей бы она перестала. Правду, говоришь, ела. Да. Народ, уберите пирог. Почему? Он что, может взорваться? Нет, и никогда не взорвется. Луан слышала, что мы говорили о ней, и решила завязать с комедией. Ого, тогда ее шоу на Смеха-Панораме будет очень плохим. Нет, она не участвует в Смеха-Панораме. Ого, это же было так важно для нее. Она написала об этом в дневнике. Возможно. Мы должны убедить ее участвовать в шоу. У нас есть время до завтра. Мы успеем что-то придумать. Уже придумал. Девочки, инструктаж. Ой-ой, я уронила кожуру от банана. Я не хочу, чтобы на ней кто-то поскользнулся. Ну тогда подними ее. Эй, Луан, я сделал шесть кремовых тортов. Но я не могу придумать, что с ними делать. Я не знаю. Можешь съесть два, остальные раздать голодным. Машина, где меня отправят назад две минуты до того, как Луан услышала, что мы ее ругаем. Это неплохой выход. Есть уточнение. От этого головы и попы могут поменяться местами. Линкольн, что за план? Что ж, мы не можем убедить Луан, что она смешная. Но что, если зрители смогут? И как такое может случиться? Предоставьте это мне. Обеспечьте, чтобы она была на смех и панораме восемь. Так ты можешь поменять мне голову с попой? Спасибо, что пошла с нами, Луан. Что ж, то, что я плохой комик, не значит, что я не могу смеяться над шутками. Или значит. Дамы и господа, добро пожаловать на вечер комедиантов. А сейчас прошу вас тепло поприветствовать нашего первого комика Линкольна Лауда. Линкольна? Наконец-то! И откуда у него мои записи с шутками? Привет, Роял Вудс. Вы уже слышали, как недавно поженились тушь и губная помада? Ведь семерка съела девятку. Это не то окончание. Неважно. Вот это вам наверняка понравится. Почему Курабье перебегает дорогу? Стоп! Это же бред какой-то. О, курица! Этот почерк очень неразборчивый. Почему ученики съели домашку? Потому что учитель сказал, что это как кусок торта. Нет, нет, нет! Там же было иначе. Просто как пирог. А, его выступление вышло немного смазанным. Но не волнуйтесь, я вышла, чтобы его подсластить. А вы уже слышали о гонке салата и помидора? Салат победил, а помидор разбился в кетчуп. А почему Диме не катается на кольках? Потому что он сам морской конек. Извини, мне очень туда надо. Фиона, что случилось? Простите, что дергаю вас, но нужна помощь. Мы прошли все 25 вопросов. Его ответ на все вопросы... Наверное. У вас должны быть еще темы для разговора. Я знаю. Расскажи ему, как ты ездила в Канаду. Парни любят приключения. Все в порядке? Кажется, ты с кем-то говорила. Ну да. Я просто говорила... С собой. В туалете полезно. Не помогло. Я опять в туалет. Теперь я попробую петь. Девушки отдыхают. Что нужно? Чипсы. Не вставайте. Ногти не высохли. Смузишный парень послал тебе картошку. И теперь другой выясняет с ним отношения. Ой, это же вовсе не кухня. Что? Новый парень и старый парень ушли гулять вдвоем без тебя? Лени, ты опять там? Мой брат очень хочет зайти. Прости, я сейчас выйду. Только помою руки. Очень жаль, ребята. Но мне надо идти. О, значит, тебе твои друзья важнее, чем моя жизнь. Фиона, все совсем не так. Вот оно что. Ты говоришь, что своими друзьями сработаем? А-а-а-а! Лени, все хорошо? Мне очень жаль. Я все уберу. Не беспокойся. Мэнди мне поможет. Мы не хотим отнимать у тебя время. Да, и мы тоже. О, газировочка. Фу, ну кто же любит вкус помэла? О, чудно. Другие гости пришли. И я взяла твой любимый напиток. О, я не думал, что у нас большая вечеринка. Нас будет пятеро. Не дождусь, когда вы получше познакомитесь. Сейчас мы сыграем в игру для знакомства. На карточках есть по факту про каждого в комнате. Надо угадать про кого. Мигель, начинай ты. Люблю кофе с сушеной тыквой. Я думаю, это Мэнди. А, ты прав. Как ты угадал? О, тебя зовут Мэнди. И кофе с сушеной тыквой наверняка суть твоего стиля. Ого, вы уже так хорошо друг друга знаете. Джеки, твоя очередь. У меня роскошная улыбка. Вот это точно про Мэнди. И вообще-то это было про Мигеля. Ммм, что-то не похоже. Мне надоела игра. Ха, где карточка не умею проигрывать? А, попробуем что-то другое. О, мое помело. Моя сумка. Это было случайно. Простите, что я не была инструктором по йоге. Леня, это была ужасная идея. Зачем ты позвала нас тусить с ними? Не поверите, мы вас тоже видеть не хотели. Мы уходим. Не волнуйтесь, мы уходим. Ребята, стойте. Мы же еще не ели мой торт для новых друзей. Новые лучшие друзья. Прости, Лени. И, кстати говоря, Мигель, все обожают кофе с тыквой. Может, кроме бывших инструкторов по йоге. Ого, бедная Лени. Она буквально наизнанку вывернулась ради друзей. Алло. Лени, что за дела? Где ты вообще? О, привет. Как там распродажа? Это не важно, ты бросила нас. Что, есть еще друзья, о которых мы не знаем? Простите. Я поняла, что с кем бы я ни пошла на распродажу, я обижу кого-то другого. Так что я решила остаться дома. Не буду вам мешать. Я не хочу портить вам день. Да уж, Лени пропускает эту распродажу, и все из-за нас. Ох, мы просто ужасные. О, вы здесь? Отлично. Я хочу вам сказать кое-что. Это мы хотим тебе сказать кое-что. Нет, я первая. Не можете поделить магазин? Тогда вам надо пойти в мою комнату и подрасти меня. Стоп, что-то не так. Я хотела потренироваться по дороге. Лени, это не важно. Мы пришли извиниться. Мы вели себя как эгоисты. Прости, что тебя ревновали. Даже если мы четверо не можем быть друзьями, мы могли бы попробовать общаться. Ведь никто из нас не хочет потерять тебя как друга. Это так мило. Спасибо, ребята. Эй, хотите зайти? Я смотрю «Лучшие друзья навеки». Обожаю это шоу. Чтоб вы не продавали, я не куплю. Нет, мистер Граус, это я, Лин Лауд. И то, что ты продаешь, я не куплю. Мне показалось, вы тоже смотрите матч. Ну да, ты угадал, и что? А с вами я посмотреть могу? Это лучше, чем дай пять самому себе. Заходи. Телевизор в коморке. О, а она большая? Нет времени на архитектурные нюансы. Игра начинается. Да вы шутите? Коморка отпадная. Что ж, мне бы хватило уютное, но неважно, садись. Секундочку. Вперед, львы! Вперед, львы! Это что сейчас было? Ритуал на удачу. А, ну ты даешь. Мне надо сидеть с этой стороны. Дай угадаю, это на удачу? Ага. Я уже начинаю об этом жалеть. Обязательно так делать. Прости, у меня тут бекон между зубами застрял. От тебя лечат сырные крошки. Хотите? Счастливая кепка! Тут пропустили. И львы теряют мяч. Вы что, сменетесь? Что? Вы чего? Это же чемпионат мира. Ага, отстань от меня. Я перемотаю на то, что пропустил. Что? Нельзя перематывать. Это же прямой эфир. Да какая разница? Знаете, я лучше посмотрю остаток игры дома. И пожалуйста. Что? Что случилось? Они сделали бросок на сорок первый ярд. О, вот ведь я пропустила. Постой, я перемотаю. Если ваше величество не возражает. Давайте, давайте, давайте. Дидрайвер берет мяч и прорывается в зону защиты носорогов. И львы останавливаются на сорок первом ярде. О, да, вот это был проход. Еще бы. Можешь сесть обратно, если хочешь. Да, конечно. Может, на минутку. О, да. Здорово. Вот так. Ай, как же так. Вперед, львы. Вперед, львы. Спина. Счет равный осталось 10 секунд. Если носороги продвинутся, они победят. Вот это напряжение. И львы перехватывают мяч. Они идут на тачдаун. У-у-у-у. Они чемпионы мира. Ага, 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 ага. Да не стойте столбом, дедуля. Двигайтесь. Танцуйте, а то львы больше не выиграют. Что? Это ж полная чушь. Это не чушь. Это весело. Делайте, как я. Выглядит несложно. Давай я попробую. Ну, вот так-то лучше. Вау, вау. Я чувствую себя живым. Еще раз спасибо, что позвали меня. По сути, ты же сама напросилась. А я разрешил остаться. Ух ты, классный мяч. Что ж, это мой самый ценный сувенир. Он самый первый игр львов. Куда мы с миссис Граус пошли на наше свидание? Тогда уже изобрели футбол? Да, мисс юмористка. Вот, смотри сюда. Кьюби дал мне свой автограф. Он же теперь в зале славы. Я недостойна. Я недостойна. Хе-хе-хе. Только одна миссис Граус любила болеть за львов так же, как я. До этой минуты. Знаешь что, я подарю его тебе. Миссис Граус хотела, чтобы он попал в добрые руки. Ух ты. Спасибо, мистер Граус. Это же лучший подарок в моей жизни. Я тоже должна подарить вам что-то. Вот, мои счастливые носки. Да уж, ты их весь сезон не снимала, верно? Спасибо, Лаут. Что ж, увидимся в следующем сезоне. Еще бы. Вообще-то, до бейсбольного сезона всего пара недель. Я тоже об этом подумал. До открытия сезона... По рукам. Отлично, Лаут. Как быть, когда ты покинешь школу в следующем году? Ты была душой и сердцем команды четыре года. Спасибо, тренер Хач. К слову, о следующем годе. Ты еще собираешься в университет Фейервей? Да, это буквально моя мечта. Только не уверена, что мне хватит баллов. Что ж, твоих навыков в гольфе должно хватить. И, кстати говоря, я пригласила тренера Ниблика из Фейервея посмотреть на тебя. Буду считать это согласием. Соблюдайте тишину. Шикарно, Лори. У тебя все хорошо, Лори? Нет, все буквально ужасно. Мое будущее зависит от завтрашнего турнира, а я разваливаюсь на части. Такое напряжение. Могу помочь. Я могу. Я могу. Правда. Видите, я клюшку не могу держать. Ладони слишком потные. Ух ты, это помогает. Спасибо, Лин. О, я подберу. Соберись, ты справишься. Порошок талька. Больше. Больше. Только не переживай, а давай забивай. Только не переживай, а давай забивай. Только не переживай, а давай забивай. Это совсем не помогает. Дыши. Верно, верно. На два, три, четыре. Это не работает. Стоп. Или семь, восемь, девять. Вообще она в норме. Просто немного волнуется. Ты справишься, Лори. Залежь оружие, друга! Пятнадцатое место. Лори Лауд. Ну хватит, Лори. Все не так плохо. Зато ты получаешь интересный опыт. Милая, что случилось? Если я проиграю матч, моему будущему конец. И, конечно, сейчас я проигрываю. Стоп, стоп, стоп. Ну не кори себе так, милая. Слушай, в жизни не все так строго. У тебя ведь полно шансов. Да. И если ты не попадешь в фейрвей, найдутся еще возможности. Ты потрясающая девочка и жизнь у тебя будет потрясающая. Вы правда так думаете? Спасибо вам. Линкольн, давай девятый Айрон. Я собираюсь выиграть. Знаешь что? Я думаю, Питчен Ведж для этой лунки лучше. Эй, уже разбираешься? А-а-а-а! Это триумфальное возвращение. Спасибо. Жаль, тренер Ниблик это не видел. Но вы были правы. Я буду счастлива, даже если не попаду в фейрвей. Кто сказал, что ты туда не попадешь? Тренер Ниблик? Я думала, вы уехали, потому что я провалилась. Ну, я хотел уехать, но ты разбил мне стекло. Но я рад, что остался. Лоли, ты прекрасный игрок и ты не сдаешься. Прямо как Джордж Вашингтон. Я официально предлагаю тебе место в нашей команде. О-о-о! Что это было такое? О, я выступала. Я работаю в хихикающем старичке. Хихикающий старичок? Автобус, на котором старики из каньона ездят каждый день. Вы понимаете, что это значит? Сегодня хихикающий старичок, а завтра театр Роял Вудс. Завтра? Билеты еще есть? Нет, не прямо вот завтра. В каком-нибудь завтра. Стану самой юной из всех выступавших там. Ну, поздравляю тебя. Продолжай следовать за мечтой. О, спасибо. Ты такой чуткий. Чем она успешнее, тем меньше времени на розыгрыше. А! Пока времени хватает. Луси, что ты делаешь на лестнице? Сдох. Я предложила свои стихи трансильванскому обзору, но их не приняли. Видимо, у меня нет способностей к поэзии. Первое письмо с отказом, да? Что ж, иди за мной. Я покажу кое-что. Это все мои письма с отказами. Похоже на гроб для твоих мечтаний. Это часть творческой жизни. Нельзя сразу попасть на вершину успеха. В твоем возрасте я начинала с низов. На вечеринках домашних животных. Что сказала овчарка после того, как закусила? Славная овечка. О, жесткая публика. Да ладно, Чарльз. Прошло много времени, прежде чем я выступила перед людьми. Ха-ха-ха. Отлично, мистер Кокосик. Ты меня перешутил. Похоже, эта шутка оказалась в канаве. Ха-ха-ха. А, картошечка. И даже после этого мне нужно было еще многому учиться. Так что я поступила в Академию клоунов. А-а-а. Ха-ха-ха. Но закончив обучение, я была готова начать собственное дело. Как общаются между собой пчелы? Звонят по сотовому. Ха-ха-ха. Просто будь терпелива и не сдавайся. И не важно, как тебе тяжело. Главное, помни, у тебя есть сестра, она знает, что ты потрясающая. Мне уже получше. Ты столько всего знаешь. Давай, ты и поможешь мне стать успешной. Полагаю, что у меня это должно получиться. Вообще-то, я хороший учитель и помощник. Мы отлично помучимся. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, у тебя есть минута? Обычно я прошу совета у Лории, но сейчас это про нее. Ну, я очень не хочу, чтобы Лори уезжала. Как же я смогу жить без нее? О, ты совсем не умолкаешь, Слуан, а когда я прошу совета, молчишь. Ладно, найду с кем поговорить. В общем, мы с Лори обожаем все делать вместе. Мы стали друзьями до того, как я родилась. Если она уедет, с кем мне отвечать на вопросы викторины? Ну, или сплетничать. Что мне делать? Что я должна? Подраться с ней? Фу, гадость. А, я поняла. Я должна доказать Лори, что Фейервей – это ужасное место. И поездка туда – идеальная возможность. Лили, ты гений. Весь день все получается не так, как я задумала. Лори только еще больше хочет сюда. А что, если Фейервей не захочет принять Лори? О, это же Лори Лауд. Конечно, это она. То есть я. То есть я Лори Лауд. Может быть, сделаешь первый удар? С удовольствием. То есть… О, нет. Ты загнала мяч одним ударом. Это самый потрясающий удар, что я видел. Ты станешь гордостью нашей, Альма-Матер. Ладно. Я не могу больше так рисковать. Глаз с мяча не своди. Наверное, твои руки вспотели после предыдущих успехов. Лори, а ты не заболела? Мне кажется, что у меня амнезия. Я вроде забыла, как играть. А ты уверена? Вот, возьми. Это пробудит твою память. Нет, нет. Это не еда. А вот это я совсем не могу узнать. Ох, если я все забыла. Может, и не стоит сюда поступать. Ты в этом уверена? Надо позвонить, чтобы твой сертификат отдали другому студенту. А ведь я так на тебя надеялся, Лори. Ух ты, Линкольн, потрясающая съемка. Прости, что тебе досталось. Оно того стоило. О, Лени, смотри, что я нашла в магазине. Я подумала, мы можем с тобой по телефону по вечерам проходить викторины из журналов. Ну, а разве ты не будешь занята? Нет, конечно, нет. И мама обещала мне безлимитный тариф. Так что мы сможем с тобой болтать, сколько влезет. О, круто. Лени, эй, все хорошо? Похоже, нет. Я притворилась тобой и отказалась от обучения. Что? Зачем ты это сделала? Ты же знаешь, как эта учеба важна для меня. Я знаю, но я боялась, что если ты уедешь, то мы не сможем больше дружить. Лени, я нужна тебе так же, как ты мне. Мы всегда будем дружны. Я обещаю. Ах, я все испортила. Фейервей для тебя идеальное место. Не волнуйся, я сейчас все верну назад. Стойте! Да что все это значит? Тренер Бублик, я должна вам признаться. Та, кого вы видели на поле для гольфа, была не Лори. Что? Это была я, ее сестра Лени. Я не хотела, чтобы Лори уезжала из дома. Вот я и оделась, как она и притворилась странной, чтобы вы ее не взяли. Но я поняла, что пусть мы будем далеко друг от друга, мы все же останемся вместе. Простите меня за это. Вы оставите ей сертификат. Что ж, Лори, ты еще помнишь, что это? Еще как. Есть! Да! Молодец! Увидимся в следующем году. Ну а вы, юная леди, я тебя не виню. Когда моя сестра уезжала учиться, я проткнул колеса ее машины, чтобы только ее не отпускать. Но годы разлуки сделали нас еще дружнее. Кстати, надо ей позвонить. А, я сейчас. Клайд! О, привет, Лин! Нужен твой совет. Эм, хорошо. А что, если я боюсь дать плохой совет? Доктор Лопес сказала, не давать страху управлять. Точняк. Именно поэтому я и пришла сюда. У меня есть один друг. И этот друг очень классный и все умеет. Но она, ну или он, боится одной вещи. Лин, прости уж меня, но у меня нет времени на догадки. Как тебе помочь? Ладно, вот в чем дело. Завтра я иду в молочный парк. И я не хочу кататься на горках, потому что я боюсь, что меня стошнит. Бэ! Всем не нравится тошнота. А я ее ненавижу. Однажды в детстве меня стошнило. Все прошло через нос и привкус оставался неделю. Эх, нет, больше ни за что. Ну, как мне победить этот глупый страх и жить дальше? Его не победить. С ним придется смириться и рассказать о нем своим друзьям. Посмотри им в глаза и скажи, мне эта ситуация совсем не нравится. Ха-ха-ха-ха-ха! Э-э, какие еще идеи? Другого пути нет. Доктор Лопес говорит смотреть в глаза страху. А иначе он засядет так глубоко, что однажды выскочит каким-то странным образом. И еще я боюсь опозданий. Может, я пойду? Ладно, надо что-то самой придумать. Долго от тебя маловато! Э-э, Лин, ты уверена, что стоит пить молочно-сырный пучино со льдом перед этой горкой? А себе лучше побеспокойся. И-и-и, наша очередь! Э-э, не толкайся! О, нет, она сломалась! Хорошо, мы пойдем. Теперь даже быстрее! О! Урсула! Я в туалет, простите. Ха-ха, детишки, говорит ваша подруга корова Типпи. Без паники. Но в нашем парке сбежала безумная дикая корова. А-а-а! А-а-а! Лин, вот ты где! Ты представляешь, мы не сможем прокатиться на горке. О, я слышала. Но безопасность важнее. Уверена, у нас еще будет возможность сходить на нее. У нас вся жизнь впереди. Вообще-то, нет. О, я про аттракцион. Сегодня последний день сгущенного нервика. Он закрывается. На его месте мы построим молочный отель. Что? А-а-а! Что? Что может быть лучше развлечения в молочном парке? Жизнь в молочном парке! Спасайся, кто может! Ну, ребята, му-у-у! Ох, не верится, что нам не удалось прокатиться на сгущенном нервике. Да уж, так не честно! Мы больше никогда не покатаемся! О-о-о! Э-э-э, я скоро вернусь. Хм. Урсула, вот ты где! Опусти коровью голову и вернись обратно в загон. У-у-у! Ха-ха! О-о-о! Ха! О-о-о! У-у-у, дедка! Ха-ха-ха! У-у-у! Отлично! Хочешь к нам в команду по роли дерби? А-а-а-а-а! У-у-у! 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 У-у-у-у! Это было невероятно! Не за что! Можно снова открывать парк! Ха, спасибо, девочка! У-у-у-у! Лин, просто невероятно! Благодаря тебе теперь нас всех стошнит! Да, веселитесь, девчонки! Стой, а ты с нами не пойдешь? Эх, нет, не пойду. Надо было вам сразу признаться во всем. Я не хочу кататься на нервике, потому что боюсь, что меня стошнит. Я знаю, вы сейчас начнете смеяться, но это чистая правда. Не будем мы над тобой смеяться! То есть, вы не считаете меня трусишкой? Ни за что! Смогла бы трусишка оседлать самую злую корову в Мичигане. Не хочешь кататься на сгущенном нервике? Мы тебя, конечно, понимаем! Что это такое? Обалдеть, обалдеть, обалдеть! Я знаю, знаю. Шш! Это вовсе не я! Ай! Это просто нервы. Чай или лимонад, и все будет хорошо. Ау! Есть кто-нибудь? Мне бы стакан простого лимонада. Простите! Простите! В моем холодильнике призраков не будет. Мори, у тебя там все хорошо? Здесь комар сидел. Ладно. Ты сходишь с ума. Нужна помощь. Думай, кому позвонить. А этот призрак хитер. Чтобы поймать его, мне нужны лицензированные призрачные очки Хантера Спектора, переводчик с призрачного и, конечно, призрак Ластер. Берегись, призрак! Это Клайд? Клайд, это Лори. У меня в жизни огромная проблема, и ты мне нужен. Лори, ты, наверное, номером ошиблась. Это Клайд Макбрайт. Я знаю. И еще я знаю, что ты мозг всех операций к Линкольну Макклауда, поэтому тебе звоню, а не Линкольну. Эм, Лори, ты на громкой связи. О, прости. Ты тоже мне нужен. Слушайте, похоже, в кампусе за мной увязался призрак, и надо, чтобы вы помогли мне от него избавиться. Призрак? Да мы всю жизнь ждали этого звонка. Я не могу никому сказать. Все подумают, что я не в себе. Так что могу я попросить вас быть сдержанными. Не волнуйся, мы просто сама сдержанность. Поймаем этого призрака. Стой, дай я попробую. Призрак, да будешь ты изгнан. Линкольн, ты забыл свою игрушку. Ну ты даешь, это призрак-бластер. Привет, моя малышка. Привет, пап. Ладно, пап, мне пора. Ладно, ладно, прощайте. Повеселитесь. Лори у Линкольна в рюкзачке лазанья. Папа, это не... Вы буквально спасаете мне жизнь. Мне так страшно, что волосы выпадают. Ха, я заметил. Избавимся от призрака быстро и незаметно. И я сосредоточусь на турнире. Чисто. Спектральная активность отсутствует. Твой новый Кэдди. Здесь призрак начал швырять в меня книги. Да, как-то вот так. Я спасу тебя, Лори. Нет! Стреляй не в меня, Клайд, а в него. Вот и он. Попался призрак. Готовься, целься. Он в документалку. Теперь в секции биографий. Движется в секцию романов. Нет, стойте. Он возвращается. Это было круто. Он же уходит. Ну, за ним. По-моему, он пытается поговорить с нами. Включу-ка я переводчик. Не забудьте включить. Что-то не так. Меньше болтаем, больше стреляем. Готовь, целься. Наверное, батарейки сели. Ну, все. Слушай, призрак. Оставь мою сестру в покое. Ты ее пугаешь. Ты плохо поступил, и тебе должно быть очень стыдно. Сработало. Призраку присуща вина и стыд, как и мне. Оставь Флори Лаут в покое. 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 Получилось. Прогнали призрака. Так, вот и все. О, твой первый покупатель. Эй, а эту я знаю. Услыхал, что тут новый работник. И как салатный лист полетел сюда. Надеюсь, мы вас не огорчим. Это потому, что у нас кончается горчица. Дошло? Давай, брат, будешь уже заказывать. Погодите, мы же тут жжем. Абсолютно кунжутка. Луан, нам придется тебя перевезти к автоокошку. Слышал это, папа? Меня здесь уже повышают. Поеду расскажу маме. Алло, есть там кто? Ток-ток. О, кто там? Это мистер Граус. Я хотел чизбургер. Мистер Граус, хотел чизбургер кто? Эти лауды повсюду. О, привет, Бенни. Ты как раз вовремя для парашюток. Позже к этому вернемся. Мне поступают жалобы на то, что вместо Брауни ты кладешь в заказы резиновые какашки. Знала, ты это оценишь. О, я так по нашим забавам скучала, как в старые времена. Алло, положите мне Брауни. Как раз кладу. Знаешь что, переведу-ка тебя в зал. Эй, алло, кто-нибудь? Эй, алло, кто-нибудь. О, простите, что вам досталась резиновая курица. Прошу, примите этот бесплатный коктейль. Бенни. Бенни, можно тебя в переговорную на минутку? Я сожалею Идет совещание Ты должен уволить Луан Она худший работник в истории Может, ей надо подучиться? Она раздает клиентам резиновые какашки Здесь вы правы Но, сэр, я не могу ее уволить Она моя девушка Бенни, увольнение – часть работы Тебе придется это делать А если не можешь, ты не годишься в помощники менеджера Сочувствую, брат Отчис, как долго ты тут сидишь? Луан, почему ты в миксере для коктейлей? Там был засор, и я безумно волновалась Беру вопрос назад Слушай, у меня новость Стоп, не говори пока, у меня для тебя сюрприз Ты сама сделала? Да, просто символ моей благодарности за работу Ведь мне здесь невероятно весело Ну, что за новости? Так, видишь ли, просто ты уволена Я не хочу тебя больше видеть, Бенни Бенни? Бенни? Ты в порядке? Ну, что за новость? Просто, эээ, для тебя есть работа на улице Я так горд, что ты это придумал Не придется возиться с этой штукой Когда я вспомнил про ее сценический опыт Я все понял Она лучшая Хайди Хэпер молочного парка Вот это соображалка Это достойно помощника менеджера Что, я сохраню свою должность? Спасибо, сэр, согласен Ребята, сняли гипс, наконец Прости, Отец Я привезу кресло Привет, Лени Как на работе? Ужасно Что случилось? Я думал, в магазине все путем Так и было До этого самого дня Распродажа, последний день Ваш чек в пакете Вместе с пробниками аромата Сладкий солнечный блеск Вам точно подойдет эта юбка И из нее будет милый топик Вы перевернули мою жизнь Лени Здрасте, миссис Кармайкл Как проходит инвентаризация? Не очень Пропало несколько шарфов Ты не пройдешь со мной? Мы идем ловить воришку? Мы никого не пошли ловить Она решила, что я украла шарфы Почему она так решила? Они все были из моего отдела И пропали за тот месяц, что я работала Так что она сказала мне уходить А я говорю, куда? Она говорит Это значит уволена Это несправедливо Лени ничего бы не украла Это хуже, чем когда восьмерку обвинили в подтасовке Вот бы был кто-то, кто сможет обелить ее Кто-то вроде нас Стой на месте, Фиона Открой багажник Что? Зачем? Я не открою А я думаю, откроешь Ладно, вы поймали меня Миссис Кармайкл Я думаю, вы увидите, что в этой сумке есть Голубой платье Да, я купила его в Стадлерс после смены Простите, миссис Карр Я не должна покупать у конкурентов, но там такая скидка была Что ж, не могу сказать, что одобря Ооо, да они же их даром отдают Пятидесятый размер есть? Эхэм, ээ, Фиона Нам стыдно, что мы тебя обвинили Такое иногда бывает у детективов Надо пережить пару плохих раздач перед джекпотом Конечно, я еду домой Что ж, мэм, ошибочка вышла Но не волнуйтесь, мы не сдадимся, пока не найдем грабителя И вы нам поможете, если дадите доступ к личным делам сотрудников Слушайте, я ценю то, что вы делаете для Лени Но мне не нужно, чтобы вы двое ставили на уши магазин Так что держитесь подальше Дайте же нам шанс! Мы ведь не успокоимся, пока не раздадим правосудие! Это ужасно, Клайд Мы подвели Лени и ей не вернуть эту работу Как мы могли столько ошибаться? Чтение комиксов не делает из нас хороших детективов, что ли? Я допускаю эту возможность Может, мы и правда лишь два мальчика в костюмах? Ты прав Ай! Ой, это была плохая идея О, привет, ребята Не вставайте Я просто ищу, чтобы сложить Я поэтому скучаю О, это можно сложить? Делай как хочешь Я завязал с плащами Ну, это не обязательно плащ Можно как шарфи выносить? Стоп! Ты сказала шарф? Ты прав! О чем я думала? Не в этом сезоне А накидка для пляжа? Нет-нет, шарф! Клайд, я понял! Если плащ может быть шарфом То и шарф может быть плащом Кажется, я знаю, кто преступник И я знаю Лени можешь отдать? Нам пора раскрыть дело На пляже? Вот и мое убежище Стойте! Сначала я введу пароль Пип-пуп-пип-пуп Шарфы! Мам, это герлуйские плоси Ох, надо же Я так ошибалась Спасибо, мальчики Без проблем, мэм Можно сказать, что правосудие было на кону Милый топ А вы знали, что его можно носить как юбку? О, Лени Как мне извиниться за то, что обвинила тебя в краже шарфов? Я как-то могу согладить вину? Хм, а вам надо что-то сложить? О, привет, Бенни Не знала, что ты тоже будешь здесь? Привет, Луан Да, я стал Монтеки А я стала Капулетти Похоже, мы заклятые враги Артисты Встречайте вашего учителя драмы Дважды номинанта Название лучшего режиссера театра Роял Вудс Миссис Бернардо Она сама себя объявляла Что ж, похоже на то Хватит вы так добры Подходите ближе Я вся в предвкушении постановки Ромео и Джульетты Но Капулетти вы идете налево Монтекки направо Вы репетируете раздельно Что? Почему? В смысле, это правда необходимо? Да, это усилит напряжение Помните, что эти семьи ненавидят друг друга Давай, мистер Кокосик Надо успеть сесть рядом с... Вперед, мистер Кокосик О, привет, Бенни Видел вчерашнюю серию настоящих мимов Майами? Да, так жалко было Магду Когда она пыталась заказать пиццу по телефону Жизнь мимов, скажи, да? Держи Твоему животу нужно очищение Спасибо, банановая Неплохо Мотор Типа, не двигаясь Типа, святые внемлю Типа... Недвижно Секунду Дай ответ моим пальбам Нет, стоп, это мо... Мальбам, не пальбам Нет, 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 нет Все совсем не так Никакого же чувства нет Руби, Спенсер Это тяжелая часть работы режиссера Но я решила кое-что поменять в моих Ромео и Джульетте Но вы не волнуйтесь, вы продолжите работать Что, мне типа не надо запоминать типа все это? Ух, это у меня реплики потекли в тренажерке Не бойтесь, артисты Это шоу продолжается Идеальные Ромео и Джульетта все время были рядом с нами Бенни и Луэн Я за вами наблюдала И поняла, что вы двое отлично справитесь Итак, Ромео и Джульетта Начнем, где остановились Поцелуй Поцелуй? Я только что вспомнила, что я записана к Ортодонту сегодня Надо подтянуть мои брекеты А иначе у нас будет Ромео и Слюнетта Привет, Бенни Привет Так ты не будешь играть? Да Почему? Если честно, Луан, из-за тебя Очевидно, что тебе не хочется, чтобы я играл Ромео Нет, совсем наоборот Я и в театр пришла, потому что хотела проводить время с тобой Правда? Но почему ты так ищешь повод не целовать меня? Я не в тебе дело, а Это... Это... Не важно Она нервничала, потому что еще никого не целовала Мистер Кокосик! Что? Кто-то должен это сказать Ну, тут ведь нечего стыдиться Бенджамин тоже никого не целовал Мисс Яблоневый свет! Не нужно было говорить Ну, это же просто камень с души Луан не хотела опозориться перед вашим Бенджамином Между нами говоря, он ей очень нравится Правда? Бенджамин тоже неравнодушен к ней Да ну! В смысле, это правда? Ну, мисс Яблоневый цвет Я думаю, что это начало прекрасной дружбы Кто это сказал?